5 секунд 5 секунд 5 секунд этого вонючего БКБ на хвосте. Почему его не было, непонятно. И хвост умер. 90 там или 100 секунд не должно было быть хвоста. Команда Нави написала ГГ и хвост купил БКБ. Если это троллинг, то нахрен он кому нужен, такой троллинг. Просто Нави проигрывает возможность попасть в сетку Винров, а там по нижней сетке Нипам, например, слиться. Да это вообще не проблема. Или Веги, например, отдаться. Нави отдавались. Веги с 20-тысячным разрывом. Еле закомбечили у нас. Собственно, они играют в странные игры. И сейчас взяли Лешрака, на котором, по моему глубочайшему убеждению, хвост не очень отыгрывает. Не так, как играют другие команды, которые Лешрака этого, видимо, уже оттренили и опробовали. Во-первых, хреновая комба сама по себе, как по мне. Ну, то есть, не очень интересный выбор героя. Да, он тащит, но чтобы ему тащить, ему надо приличный набор артефактов. Я недавно видел, как ПРы взяли Лешрака и... Так, гирокоптер для хвоста. Фух. А я тут уже начал историю. Гирокоптер будет для хвоста, никаких БКБ. Go next. Хвост, скорее всего, заберет себе гирокоптер, а Лешрак будет, я думаю, у нас для Санейка. Артстайл будет играть на Шадоу Демоне. Найт Сталкер идет у нас в мид-лейн, скорее всего. Может, у нас Дэнди вообще по саппортит, а Найт Сталкер от Артстайла пойдет в мид? Почему бы и нет? Ну и Клок от команды Фрэнк и Санси Кэптон. Ну что, теперь вопрос Найт Сталкер для Артстайла. Ну, теперь саппорт, это Найт Сталкер или кто? Сейчас узнаем. Дэнди забирает Лешрака. Наконец-то. Наконец-то. Хвост у нас не будет на Лешраке. У нас гирокоптер для хвоста. Артстайл берет себе Найт Сталкера. Леший идет в мид. Артстайл бегает по всем линиям, пугает команду Фрэнк и Санси Кэптон. Бисмастер будет играть у нас на... На Бисмастер, точнее, будет играть Фаник. И Санейка будет играть на Шадоу Демоне. Со стороны команды Фрэнк и Санси Кэптон. Матумба Мэн будет играть на Квин оф Пейн. Ликан на Немфис может, в принципе, пойти на мид. Но это его номинальная позиция. Поэтому у меня вопрос, будет ли он стоять вообще в миде на Эмфи или пойдет куда-то на линию. А вот Тумба Мэн станет на мидлейн Квапой. Не думаю, что мидлейн герой Милли будет легко стоять против Лешрака. Да и вообще против Лешрака даже рейнджовые герои стоят у нас не алло. А если это будет Ликан, так проблемы есть. Проблемы есть, это факт. Ну ладно, пожелаем командам удачи. В первую очередь эта удача понадобится команде Нави. Потому что они пока что, как показала последняя игра, немножко в дисбалансном состоянии пребывают. Нави в собственный лес. Сюда уже идет Трикси и идет Бугин на Рубике. Всю карту изрисовали. Вард поставили игроки команды Форенкар Синси Кэптон. Лес здесь палят. Хвоста увидели. И увидели Санейка. Попинговали, поклацали. Понимают, что сюда лучше не соваться. В четвером здесь команда Нави и Фаник на топ-лейне на Бестмастере. Фаник после прошлой игры лицо закрыл на Бестмастере, чтобы его не видели в принципе. Матумба Мэн приобретает себе Нул Талисман и есть у него Танго. И может быть он все-таки пойдет в Мидлейн. Немфи берет у нас Аутшилд Танго и Лингов Протекшн. Немфи может отправиться и в легкую. Не только в легкую, а потом еще и в лес переместиться без проблем. Сможет Немфи, когда волки будут более-менее серьезные. Ну и команда Нави отдает топ-руну без вопросов, а нижнюю руну забирают себе. Дэнди берет у нас баунти-руну и идет в Мидлейн. Против него будет Матумба Мэн на Квин оф Пейн стоять. А собака отправляется на топ. Валикс на Ancient Operation будет помогать у нас Ликантропу. Фаник вместе с Кабаном стоит сложную линию. Стоит ее в соло. Здесь Санейка плюс Хвост на Геррокоптере. И Артстайл будет роумить у нас на Найт Сталкере. Матумба Мэн в соло против Дэнди. У Дэнди уже есть второй левел. Уже есть Сплитес и Лайтнинг Сторму. Матумба Мэна тоже второй левел. Блинк и Шадоу Страйк. Поэтому Матумба Мэн тоже может в принципе Дэнди настрелять. И похарасить есть чем. Хауль пошел у нас от Немфи. Ну, чтобы лучше фармилась. Санейка без Дизрапшина. Санейка поливает здесь через Шадоу Позин своего оппонента. Ну и в принципе тоже неплохая схема на ранних левелах. Дэмэджа все равно у Хвоста не столько, чтобы забрать у нас 3Х. Тем более, если Рокет Бараш там будет вообще неприятно. Артстайл выходит у нас на нижний лайн. Показался и ушел. Круто. Трипла перемещается от Форненька Сенси Кэптен на топ лейн. Буги свои дела закончил. Буги возвращается на привычную для Триплы линию. Это топ лейн. Матумба Мэн просел по ХП. Дэнди тоже просел, но не критично. Кстати, что там у Матумба Мэна? 300 голды. Курьера нету. Не курьера, а батлы нету. Ну и у Дэнди поближе дела к Боттл. У Дэнди 8 на 2 против 4 на 0 у Матумба Мэна. Дэнди перефармливает своего Визави. Это уже какой-никакой плюс для команды Нави. Матумба Мэн у нас поймался от Дэнди. Под Хаулем отхватил очень плотно, но в итоге ушел. Ну и Дэнди под Шадоу Страйком. Хилка, если что, есть. И 40 копейок остается Дэнди до появления Боттл. Дэмотумба Мэн здесь тоже вынужден хилиться. В принципе, сейчас-то уже фуловый. Сейчас фуловый, и что один, что второй. Ну что, выход у нас от Буги. Видит он Дэнди, да и Дэнди его прекрасно видит. Отходит Дэнди подальше. Встревать здесь нет смысла, тем более Слоу будет достаточно мощный. И Буги, благодаря телекинезу, с Дэнди поговорит здесь. Долгое время Скримов Пейн первого левела. Шадоу Страйк второго и Блинк первого левела для Матумба Мэна. У Дэнди, Сплит Оз и Лайтнинг Сторм в приоритете. Ну и пока не качал, кстати, ничего. Хотя 4 скила есть. Я вижу, что плюс 5 здесь. Это Нул Талисман и это... И это два Айрон Брэнш у Дэнди. Поэтому до сих пор один плюсик держит про запас. Все, надо будет прокачать, прокачать. ФБ у нас, Хвост залетает за Тауэр и забирает Трикси. Ну, Трикси в итоге у нас убивает Хвоста и Санейка тоже остается здесь. Добро пожаловать в реальность. Команда Натус Винсер. Два фрага против одного. Хвост забрал ФБ. Это, конечно, для него плюс. Забрал Экспириенс. Получил, но... Сам умер. Для мейнкерри ситуация не самая приятная. Умирать на ранних левелах. Думали, что безнаказанно. Получится все это, не получилось. Команда Форенкер Сенси Кэптен знает, за что она сражается. Поэтому тут ТПшки моментальные. И справились с Хвостом. Потом справились с Санейка. 2-1. Нави уже проигрывает. По золоту, хотя они вот впереди, видим. 250 по Экспириенсу проигрывают. 350, даже 400 своим оппонентам. Нави любят залезть глубоко-глубоко в места, куда вообще не поступает свет. И потом оттуда выбираться на нормальные позиции. Так было и в третьем Интернешнале, так было и в четвертом Интернешнале. Правда, не всегда получается выбираться. Те Нави, которые выбирались из этих труднодоступных мест, закончились в 2014 году. Здесь теперь вера, конечно, остается. Но вот какое-то ожидание чего-то адекватного на Ви, оно постепенно сходит. Но нет, Лишрак проседает у нас на мидлейне. Дезрабшин Санейка прячет Лишрака. Лишрак умирает. Матумба Мэнс от Санейка. Нормально так терпит Артстайл, его подстопил. И Матумба Мэнс здесь умирает. Из-за Трикси дальше бежит Артстайл. Войд будет через секунду. Войд пошел по Трикси. Еще и наплевали на Трикси здесь. Наплевал Санейка, Артстайл сливается. Но при этом два фрага команда Нави делает. Итогу этого файта Нави в плюсе 668. По голде 736 по Экспириенсу. Санейка остался жив. И это в принципе не может не радовать. По голде Нави вперед вырывается. 400 плюс по золоту. По Экспе приблизительно к 0 движутся графики. Так, пошел у нас файт на мидлейне. Матумба Мэн на лоу ХП. Матумба Мэна развалили. Здесь комбай из сплитеса и дизрапшена работает. Дэнди по таймингу все нормально делает. Тем более не самый быстрый каст блинка у нас у Квапы. По-моему полсекунды есть задержка. И вот как раз туда вставить сплитес самое оно. 4-4 становится счет. Нави по голде более 1000 выигрывает. По Экспириенсу более 500. Тоже впереди украинский коллектив. Санейка занимается стаком крипов в лесу. Это хорошо. Это все под Дэнди. Это под Лайтнинг Стор. Дэнди сплитес по Рубику. И Лешрак забирает уже второй фраг на этой карте. 2-1 становится счет. Для Лешрака. И Нави выходит вперед. 5-4. У Арт Стайла почти готов урну в Шадоуз. Надо купить только Сейдж Маск. А здесь в это время наказывают Фанника. Потихоньку, по чуть-чуть Немфи под Челлинг Тачем. Дэмэджа много. А где ты, Арт Стайла? А Стайл видит Немфи. Но Немфи тут попробуй поймай еще. На Валикса переключается. Валикса развалили. Минус Валикс. 6-4 становится счет. Просел по ХП здесь Фанник. Но это на самом деле не критично. Нави взялись за голову. За ум точнее. За голову здесь Фрэнк Сенси Кэптон могут взяться. Если дальше так будет давить коллектив Нави. Трикси закрывает себя в Хоге вместе с Хвостом. Ну и кулдаун пошел от Хвоста. Трикси понимает, что его ждет. У Трикси есть ТП. Трикси старается сделать ТП-аут. И скорее всего сделает Трикси. На лоу ХП улетает у нас под Фонтан. Хвосту не хватило. Ну и Трикси здесь крутой мув организовал. Тем, что не подставился под кулдаун, а пошел в обратную сторону. Ну и тем самым позволил себе лично выжить. Дэнни смещается на мидлейна. Что здесь со стаками? Дэнни еще сюда не подходил. Четвертый Лайтнинг Сторм. Сплит ТОС. Можно в принципе идти и бить. Уже есть у Лишрака Аркан Буци. Есть нул Талисман. Боттл тоже есть. Тут в принципе нормальную руну получить. И можно бифать. Саар Стайл выходит за Т2. Узнаю братование. Ну что, Лишрак на мидлейне. Продолжает у нас стоять. Что-то себе Дэнди несет. Дэнди себе несет. Мэджик Вонт. Мэджик Вонт для него. Есть уже Аркан Буци для Дэнди. Есть нул Талисман. Ну и продолжаются здесь стаки от Санейка. И в общем-то неплохо все у Санейка получается. Еще одна пачка сатиров. Ну здесь для Дэнди. Ну там где-то 800-700 голды сконцентрировано. Фанейка. Цепляет у нас Матумба Мэн. Матумба Мэн на лоу ХП. Волки жут Фанейка. Не слишком больно. Дэнди. Сплит у вас по Буги. Буги на лоу ХП. Буги развалился. 7-4 счет. Валикс с хайграундом. Наваливает по Дэнди. Дэнди в принципе классно. Это потому что дэмэджа конечно же немного. Даже по черен-тачам у Ancient Operation. Ну все. Дэнди без маны. В принципе можно и на базу сходить похилиться. Нави опять по голде что-то где-то довыигрывает. По золоту вообще Нави 3000 впереди. По экспириенсу более 2500. Тоже впереди украинский коллектив. У Фанейка 1700 на руках. Ну ждем появления Некров от Фанейка. Думать в принципе больше и нечего. Стандартная схема. Некра, Даггер. Дальше будем грейдить тапок и выдумывать что-то еще. Например. Например рефрешерор. Так вот Рикси. Кабан наплевывает. Рикси тут в принципе-то в безопасности. Но тоже неприятная вещь. Нави еще не переходят в пушу. Давайте вообще по Нетворцу глянем. Кто да как фармит. Хвост у нас на первом месте по Нетворцу. У него 4000 есть. Есть фейсбуцы. Есть ринг оф аквилла. И очень хочется теперь чтобы у Хвоста и вообще противник. Всякий БКБшик. Мне кажется что они экшен. Нас уничтожают. Но такой экшен который Нави в прошлой игре показывали. Лучше бы я его не видел. Хвост. Я бы не против чтобы сейчас у него появился какой-нибудь Огр Клап. Или какой-нибудь Митрил Хаммер. Или просто рецепт на БКБ вообще. Лишь бы этот БКБ в итоге был. Потому что купить БКБ после того как у тебя падает трон. Это извините. Хвост у нас по ХП проседает сильно. Шадоу Страйк на хвосте висит. Хвост начинает отпеваться. И в принципе должен выжить. Соник Вейв у нас от Клапы. Хвоста развалили. Матумба Мэн ловит у нас сплитез. Матумба Мэн умирает. Дэнди подходит с пульс новой. Трикси за ним. Ну и Арт Стайл начинает наваливать по Трикси. Лайтнинг Сторм по голове Трикси. Трикси под Урнов Шадоус. Трикси умирает. Дальше за Буги. Буги старается сделать тэп-аут. Но и неоткуда Арт Стайлу подобраться здесь. Ну все. Здесь нет смысла даже его искать. Дэнди. И не включает ничего. По размену. Два в два разменялись. Хотя нам не показан здесь Сан Нейка. Но Нави где-то плюсик какой-то себе заработали дополнительно. Фанник в Инвизио. Фаника две триста есть на руках. Фанник в принципе уже там мог запчасти себе прикупить для... Некрономиконов. Пока что не приобретает. И кстати Фанник тут наткнулся на даблу из игроков команды Франкерсен Си Кэптон. Герокоптер тоже близко не подходит. Все-таки Триплай это уже не шуточки. Немфи в лесу. Видел его скорее всего Фанник. Да. Фанник его увидел, но решил избежать схватки. Потому что Фанник с одним стал шелдом и Бутс оф Спид. Что делать Фаннику непонятно. А вот на Немфи выбрались. На Немфи должны выбираться по крайней мере. Фанник у нас обходит. Немфи. Орел уже полетел. Ястреб точнее наблюдать где там Немфи. Ну и Нави. Концентрируется на мидлейне. Трикси на мидлейне. Причем в соло. Ульта аппарата. На миг не по кому не попадает. Нави пока что просто, я так понимаю, примеряются. С какой стороны зайти на позиции команды Франкерсен Си Кэптон. Хвост начинает настреливать по Матумба Мэну. Матумба Мэн в сайленсе. Голдаун по голове ему и Квапау. Которая есть блинк. Этот блинк не может проязать. Потому что ночь у нас на дворе. Потому что Артстайл играет на Найт Сталкере. И прощать никого здесь не должны. В принципе. Так, Фанник. Ловит у нас ульту аппарата. Фаника здесь съели. Без вопросов. Хвост в то время подпушивает Т1 по нижнему лайну. И Артстайл проседает по ХП. На мидлейне Артстайл по ХП просел. Прорезал у нас стик. И быстрее валить отсюда. Урнов Шадоус у Артстайла есть. Так, юзни ее, будь добр. Дэнди у нас батлом еще и отпаивает Артстайла. Артстайл должен в принципе выжить. Разворачивается и готов подойти к буге. Ну и можно и забрать буги. Через Лайтинг Сторм под стопили. Сплитоз под ноги. В чем вообще трабл? У Фаника появляется Даггер. Забивает он просто на некра. Хвост. Не смог переденайить здесь Хвапу. Хвапа забирает Тауэр. Не обидно тебе, Саша? Еще смеялся он на четверочке. Дэнди, мега килл. Дэнди 5-1-2. У Дэнди есть диаболики первого левела. Пуль снова первого левела. Сплитоз и... Лайтнинг Сторм. Все это про макшена. Но диаболики уже второго для Дэнди. Тавр тут практически спушен. Нави по голде выигрывают 5 с копейками. По экспириенсу более 4 тысяч. Так, Дэнди перемещается в лес. Эти стаки он-то в принципе тут зафармил. Ну и у Дэнди уже сейчас будет готов Бладстоун. Немножко в принципе осталось. 200 копеек Дэнди до Бладстоуна. И данный артефакт появится. На 16-й минуте по-моему очень даже неплохо. Диаболики у Заят Дэнди. Просто чтобы по-быстрому зафармить крипов. 830. 913. Все, Бладстоун готов. Можно уже нести его себе. Или идти например хилиться. Тут я думаю, что на ТП кто-нибудь из новей все-таки раскошелится для своего мидера. Который так пыхтел в прошлой катке. Так старался. И достарался. Керри. Герокоптер. Приобретает себе Блэйд оф Алакрити. Бэнд оф Элвинскин. И есть еще и Белт оф Стрэндж. Хвост намекает тем самым, что будет покупать Сэнджин Яш. По голде Нави выигрывают 5 с копейками. По экспириенсу почти 5 тысяч. Арт Стайл подпушивает Т1. Должны забирать. У Дэнди есть Диаболики. Тут забрать не проблема для Нави будет. Ульта Аппарата. Ульта Аппарата попадает по Арт Стайлу. И попадает по Дэнди. Врыв сразу же от Трикси. Прячет у нас Арт Стайла в Дизрапшн. Трикси развалили. Буги забрал Лайтнинг Сторм. Буки. Эээ. Буки. Буки минус. И Матумба Мэн тоже минус. Тут Нави просто рассверепели. Быстренько расковыряли трех героев. Заработали 1300 по золоту. Две с копейками по экспириенсу. И гоу-гоу на Рошана. Роха у нас бредет. Куда вообще пошел? Пошел за Немфи. Немфи на Роху не выходил. Сам пока что стесняется. У него все необходимое для этого есть. Есть Медаленов Кураж. Есть Владмир. Необходимый левел есть. Но при этом Немфи против пятерых героев Нави сражаться, разумеется, не намерен. Так, 8000 Нави и 6000 или даже 7000 Нави Экспириенс. Получается вроде бы неплохо. Катку вроде бы можно выигрывать. Но я так думал, в прошлый раз Нави выигрывали 11000. А потом все вообще на корню проиграли. И отдали все преимущество оппонентам. А дальше уже и файтиться как-то смешно было. У Фанника есть даггер. Фанник пока этот даггер реализовал единожды. Это было на Мидлейне, когда у нас троих Фрэнкерсен Си Кэптон наказали. В троих игроков команды Фрэнкерсен Си Кэптон наказали Нави. Ну, ждем, ждем. У Дэнди есть уже Бладстоуны. В Бладстоуне после файта на Миде 11 зарядок. Плюс, конечно, крутой. 19,5. Монопоинтов в секунду Дэнди зарабатывает. Регенит точнее. И смотрится это на самом деле очень серьезно. Ну, я думаю, что Дэнди тут по сборке ставшей классики пойдет. Классикой пойдет Акторин Корр. Надеюсь увидеть, потому что Лешака с БКБ и Акторин Корром вообще невозможно убить просто. И подойти к нему опасно. И отойти от него нельзя. Нави подпушивает Тауэр по топу. Билли его здесь слегка. Но Т1, в принципе, мягкий сам по себе. Поэтому спушиться он должен. Даже без помощи Лешака. Дэнди в это время на мидлейне. Здесь на Рохе Немфи. Видят Нави. Нави летят у нас вниз. Быстрее летят у нас на Рошана. Будут заходить. Рошана отдает команду Фрэнкерсен. Сикептон драться за него не собирается. У Дэнди есть третьи диаболики. Есть пуль снова. В узком проходе все, в принципе, неплохо должно получиться для команды Нави. Выдели Немфи. Немфи у нас ловит сплитес и минус Немфи. Ну и монстр килл для Дэнди. 16-7. Теперь можно заходить на Рошана. Не будет волков. Никаких никто не заденает Эйджис. Никто не подойдет. Ульта аппарата проюзана была на топ. Правда у Валикса сейчас будет ульта. Я думаю, что... Может он ее и запустит на Рошана. А, здесь есть кому чекать. Здесь Клоквер чекает. Так, давайте по артефактам пробежимся. У Найт Сталкера уже готов. Ставфу Физдадри и Блэйд оф Алла. Критиард Стайлоу осталось. 1600 на фарме до появления Аганима у Гирокоптера. 1300. ОгрКлаб покупает себе хвост. Радуйтесь все. Хвост приобретает себе ОгрКлаб. Не может быть. Созрел. Лешрак с ОгрКлабом тоже. Дэнди тоже выходит в БКБ. Я думаю, вряд ли Аганим это будет сейчас. Бладстоун у него уже есть 12 зарядов. Так что плюсов уйма. У Санейка есть Транквил и 2 брассера для Фанника. Для Фанника после Даггера 1600 на руках. И Белтов Стрэндж приобретает себе Глеб. Команда Фрэнкер Сенси Кэптон. Транквил Буци на Буги. Ставфу Физдадри. Валикса в Курьере. Так, смотрим на Валикса. У Валикса есть уже почти собранный Аганим. Это при том, что Валикс... Валикс у нас без Хэнд оф Медас. А где у нас, простите, Ancient Operation деньги тогда берет? Вопрос. Какий-то теневой какой-то рынок, скорее всего, здесь у Ancient Operation. Чернуха льется нон-стоп и денег уже предостаточно. Ну и... Немфи. У Немфи медальонов Кураж. У Немфи есть Владмир и Power Threads для Ликана. Ну и тысяча голды сверху. Что будет выбирать себе Ликан, ну узнаем. Скорее всего, это будет Кераса. В общем-то, схема стандартная. А Queen of Pain, в свою очередь, от Матумба Мэна. Ну, с такими среднеочковыми артефактами. Плюс Огрклаб для Матумба Мэна то ли Аганим, то ли БКБ. Никогда не понимал, к чему у нас вообще Квапа клонит, когда покупает Огрклаб. Потому что 50% случаев это БКБ, 50% это Аганим. И сидит, думай потом, почему я так слабо угадываю. Леший на нижней лайн. У Дэнди Диаболики 3-го левела. Тавру досталось прилично так. Дэнди должен его спушить быстренько. Дэнди забирает Тавр. По Нетворцу Дэнди на первом месте. 9500. И ближайший преследователь из команды Франклэнс и Кэптон это Квапа. У Квапы 6800. 9800, 6800. Я думаю, что вы понимаете разницу. Разница 3000. Это почти треть фарма Дэнди. И 50% для Квапы. Ну и Немфи на Лейкане уже на четвертой позиции. Хвост на втором месте. У хвоста есть Огрклаб. 1300 на руках. И приближается БКБ. У Артстайла уже есть Аганим. А у Валикса 500 голды до Аганима. Дэнди. Копейки вообще остаются до приобретения БКБ. 300 с лишним. Ну почти 400 Дэнди надо заработать. И в принципе готовый Блэкинг Бар под БКБ с таким количеством маны. С таким неплохим манорегеном. Дэнди сжигать тут половину команды Фрэнкер Сэнс и Кэптэн точно должен. В соло так это даже не обсуждается. Хвост поймал ульту аппарата. Красавчик. Левел. Левел 2 ульты. Левел 2. Нави по мидлейну. Решили подпушить. Отошли в кусты кстати. А что с Рошаном? Рошан как стоял так и стоит. Всем плевать на Роху. Бестмастер уже приобретает себе Некрономикону. Фаника сначала Даггер, потом Некрак. Обычный тапок. Ничего не грейдится. Фаник и так нормально бегает. Нормально бегает и благодаря Даггеру отлично прыгает. Толчковая у Фаника просто на ура. Валикс. Будет ли ульта? Сейчас узнаем. Нет. Лишак просто забирает Тауэр. Т2 по мидлейну. Валикс не ультит. Видимо не решаются драться Фрэнкер Сенси Кэптен. Но товара падают. Деньги капают команде Нави. Они выигрывают уже почти 12 по золоту. И по экспириенсу более 7 с половиной. Тоже опережают своих соперников. У Нави появляются артефакты. Фрэнкер Сенси Кэптен. Все какие-то недоартефакты. Здесь нет еще Аганима. У Рубика вообще ничего нет. У Ликана. Медальон Владмир и ПТ. И приобретает себе Белт оф Стрэндж. Немфи. Я думаю, что все-таки это будет Некрономикон. Ну и Квапа тоже. Вот пожалуйста. Не до артефакты. Драма Фендеринс. Огр Клаб. ПТ. Вообще ничего интересного. Ульта полетела у нас. На хвоста. Трикси должны забирать. Трикси должны забирать. Трикси и забирает. Ульта аппарата перелетела на весь. Гирокоптер зарабатывает еще один фраг. Счет становится 17-7. Нави уже 13 тысяч по золоту. 8 тысяч по экспириенсу. Давите вы этих ребят. Матумба Мэн на лоу ХП. Матумба Мэн Ход Сайвенса. Надо улетать отсюда Матумба Мэну. На лоу ХП, кстати, и на лоу ХП артстайл. Дизрапшин прячет его Санейка. Дэнди готов. Уже подпушили здесь Волков. Буги ловит у нас стан. Бугер развалился. Минус один на миде делает команда Нави. Трикси вот-вот уже появится. Появляется Трикси. Ну, Клок 8-го левела. 11-го левела Ancient Operation. И Клок 8-го левела. Почему 6 смертей у Клока? Вот почему. Да. Ну, и не такие катки Нави сливали. Не будем сильно спешить. Пока дела идут расчудесно. Пока что они давят. Давят методично. Уверенно. 24-я, 25-я минута. 15 тысяч золота. Преимущество офигенное на данном этапе. Главное, это все преимущество не растратить по дороге. Ну, и по XP более 10-ти. То есть, на левелах это отражается. Сейчас увидите как. 15-й левел Дишрак. 14-й Хвост. Дальше 13-я Клопа. И 11-й Артстайл Фаник. 11-й Валикс. 11-й Немфи. 10-й Санейка. И два восьмых Трикси. Оффлейн Трикси. 8-го левела. Такого же, как у Рубика. Он вообще за гранью просто. Супер тно. Супер. Так, ждем ульту аппарата сюда же. Валикс уже запустил, да, свою хренотень. Ульту аппарата команда Нави избежала. Ульта прилетела. Давайте драться за Роху. Нет. Нет, разворачивается. Наорали на Трикси на мидлейне. Ну и Фаник наорал и ушел. И хукшот от Трикси просто улететь отсюда побыстрее. Нави вернулись на Роху. Время есть. Давайте убивать Рошана. Рошан под Медальоном сыпется достаточно быстро. У Дэнди есть диаболики. Можно даже и не юзать сплит его с под ноги. Диаболики. Юзай Дэнди. Роха быстренько так развалился. Забирает хвост. Сейджи с хвоста есть БКБ. Такой же молодец, а. Какая умница хвост. Ну и Лешрак с БКБ и... Лешрак с БКБ и герокоптер с БКБ. Все. В принципе программа минимум выполнена. Миллион стаков еще для хвоста. Дэмэджа не так-то много, конечно, у хвоста. Ну, за два захода с Флэкэноном, думаю, что можно и убить. Флэкэнон закончился. Крепы еще живы. У хвоста теперь, кстати, никакого отъедания нет, потому что у хвоста нет, ну, нет доминатора. Правда, у хвоста сейчас будет 16-й левел. Это безусловный плюс. Кулдаун третьего левела вещь очень даже приятная. Ну и под тем доминированием новей, под их диктовку файты протекают. Я думаю, что хвост реализует своего героя на 5 с плюсом. Хочется в это верить. До этого хвост, конечно, не так сильно радовал. У квапы появляется аганим. Вот, пожалуйста, я был уверен, что это БКБ. Я гадал, конечно, БКБ это будет или это будет аганим. Это аганим. БКБ не собирает квапа. То есть против Лешрака квапа решила собрать аганим, а не БКБ. В принципе, контроль-то над квапой все равно тут имеет бестмастер. Но здесь обезопасить себя надо не от стана бестмастера. Обезопасить себя надо от дэмэджа, который Лешрак вливает. А вливает он до хрена дэмэджа. Трикси вгрызается в арт-стайла. Хукшот в него. Пошел у нас от хвоста. Хвост сливает эггис. От хвоста пошел у нас кулдаун. На эмфе половину хп потерял. Трикси тоже потерял хп. Правда, забрали фаника и забрали арт-стайла. Хвост БКБ до смерти не провязал. Соник Вейп в себя впитал много дэмэджа в хвоста. Но хвост в итоге теряет просто эйджис. Ну и разменяли двух героев, игроки команды Na'Vi, на пустое место. Денег здесь Na'Vi потеряли, я думаю, приличненько. На'Vi по топ-лейну. Подтягиваются по-быстренькому в Т2. Хвост, кулдаун по буге. И в буге здесь 100% умирает. Еще одна ракета по голове, хвост провязал БКБ, чтобы без телекинеза. И через обычные дэмэдж с руки убивает буге. В принципе, кулдаун на кулдаун достаточно маленький у гирокоптера. Так что можно и одинокие такие фраги делать благодаря данному скиллу. Na'Vi забирают еще один тавер. Теперь забирают еще и собак. Саннэйка или кто? Или арт-стайл у нас с гемом? Арт-стайл с гемом. У арт-стайла есть аганим, у него есть урнов шадлс, огурклаб. Значит, скоро появится БКБ для арт-стайла. И он бегает с гемом. Сейвит Тиму. Дизрапшн у нас по... Немфи. Немфи непонятно куда бежать. Немфи надо делать ТП-аут. Здесь пульс снова. Должна у Дэнди быть нон-стоп. Немфи просветили. Не успевает Дэнди. Не успевает. Скорее бы пульс снова, кстати, она дамажила бы его. Фанник орет на Матумба Мэна. С Некрами будут разбирать Матумба Мэна. Сайвент пошел по нему и колдаун по троим. И сюда Трикси врывается как раз под колдаун. Офигенно получилось. Хвост без БКБ на данный момент. Но у него есть флэк Кэнон. Это гадлайк для Дэнди. И еще один килл от Хвоста. Келлинг Спри для него. Минус 3 делает Неви. Хвост на лоу ХП пытается убежать отсюда. Здесь и Собаки, и Некра. И Хвост, в принципе, выживает. Одного Санейка разменяли на троих героев команды Фрэнкерсон Си Кэптон. 1800 Неви по золоту. 3600 по экспириенсу. Драться можно. Валикс выкупается у нас. Валик пускает ульту на Хвоста. Как я понимаю, нет на Дэнди. Не попадает по нему ультой. Где Хвост в это время? Хвост поблизости. Хвост никуда у нас не уходит. У Арт Стайла два заряда еще в Урнув Шадоуз. Хвоста бы подхилить. Нет. Подхилили Хвоста. Дэнди в это время забирает у нас Клокверка. 23.10. Нави на хайграунде. У Лишака есть Диаболики. Надо просто подойти поближе. Пережидают у нас Глиф. Дэнди провязал Диаболики. Нормально так унитаз подожгло. А Бараки вообще не тронули нами. Вообще даже не прикасались. Наверное отсюда уходят. У Гирокоптера уже есть Игл Сонг. И 700 остается хвосту. 650 до появления Баттерфляя. У Дэнди как там дела? У Дэнди появляется Солринг. И Курьер Дэнди ничего не несет. Только Солринг для Дэнди. В скором времени появится Актеринкор. У Лишака мы видели что там. Что там у Бестмастера. У Бестмастера третий Некра уже готовый. Все отлично. Фаник по-прежнему с бомжовым тапком. Но при этом у Фаника крутые Некра. У него есть Даггер. Он врывной и серьезный. Следующий артефакт я думаю, что скорее всего Агоним. Здесь видели Арт Стайл с Огр Клабом и Агонимом. И Баттерфляй появляется на хвосте. И третий Некра также себе Собака забирает. Немфи с третьими Некрами. Владмиром. И Пауэр Трэдс. Но при этом Немфи 14 левела. Япон и Творс он на третьей позиции. Немфи перемещаются на топ лейн. Тут крипы далековато. Поэтому на хэграунд заходить смысла никакого. А по миду можно было бы зайти. Крипы близко. У хвоста есть БКБ. У хвоста есть кулдаун. У него есть Баттерфляй. Почему бы не навязать файт команде Неви? Не подпушивают. Ничего они вообще не подпушивают. Мидлейны не оставили в покое. Не выходят на него. Кстати, можно на Немфи врываться. Хвост видит Немфи. Ракета пошла по нему. И Немфи побежал. Еще и Некров провязал. Ракета у нас за Немфи. Ракеты будут пытаться разбить. Да нет, не будут пытаться разбить. Ушел Немфи под Тавер. Под один, под второй. Немфи будет бегать от ракеты. Он может себе позволить. Но тут какое-то жалкое зрелище на самом деле. Рокет развалился. А Немфи у нас оказался... И Най все-таки получил. И тут Денди ждет Немфи. И пошел по нему стан. Как тебе пробежка? Это просто пес Барбос и необычайный кросс. Денди, правда, здесь сгорит от Трикси. Блин, какой же мог бы быть крутой мув. Немфи бегал полкарты за ракетой. Денди думал, тут сладкий фраг. Ничего такого. Да, могло бы быть ярко, а стало тухловатенько. Забрали Денди. Нави отдали 2 стопа золоту. 2 400 по экспириенсу за 1 килл. И это, по-моему, какой-то там миллион набьет Бион Гэдлайковский килл. И Ликан еще 1100 заработал с Денди. Жесть. Набегался. Вот это байт. По Галдинави выигрывают 23 тысячи, по экспириенсу 18. Так, у гирокоптера уже появляется рецепт на Тараску. Хвост, прости, пожалуйста, что это? Что это такое? Тараска, наверное, на гирокоптере будет или просто рецептами будет здесь торговать у нас хвост. Купил за 1200, за 1400, точнее, продам за 2500. Нави заходят на хайграунд. Миду тут, конечно, тапки полные, понятное дело. Матумба Мэн на спот сайленса, ну и хвост. Просто расстреливает Матумба Мэн. Доминейтинг для мейн-керри команды Нави. Главное, не трожьте ни кров, не убивайте красного. Не трожьте красного, ни красного. Санейка, да, по-моему, его убил. У Санейка тут вообще сопли просто, а не хп. 25-11 счет. 23 тысячи Нави по золоту. По экспириенсу 18, даже 20 с копейками. По голде более 25 тысяч тоже в пользу Нави. Забирайте Роху, не мучайте с ульпу. Забрали Рошана, пошли спушили. Все. В-С-Ё. Полетел у нас ульт-аппарат. Причем на отходе знает, что Нави хитрожок. Нави у нас отходят из Рошпита и получили. Все-таки получили. Ну и не первый раз все-таки. Валикс у нас запускает ульту. И Нави чекают эту историю и сразу валят. Как можно быстрее. Ну а здесь вот по красоте все сделали. Врывается у нас Трикси. Роху убивают Нави. Геракофт забирает Эджис. И Трикси развалился. И хвост тут просто прошаренный абсолютно. Он кулдаун пустил еще до того, как упадет Роха. Чтобы тот, кто влетит, оказался в незавидном положении. Случилось это с Трикси. Немного на нем заработали. Ну, оно того стоило. Думает сомнение. Так, у хвоста 3800 уже на руках. Хвост, в принципе, что и Тараску свою несчастную может приобрести. Немножко остается до появления Тараски. Найт Сталкера БКБ 10-ти секундная. Аганим есть. Все великолепно. У хвоста топный творст на карте. Он обгоняет Немфи на 7000. Эту катку сливать Нави не могут в принципе. Тараску приобретает себе хвост. Осталось принести ее себе Курьер. Полетел Паучок. Хвост пока без Тараски. Арт Стайл провязал БКБ. Дальше за Трикси. Трикси убивают. Но здесь Дэнди просто выжигает бараки. У Дэнди есть 15 зарядов в Бладстоуне. У него есть Акторин Корр. И Дэнди еще выходит у нас в Аганим. Ну, по чуть-чуть, понемножку. Нави свое преимущество наращивали. А теперь уже нет смысла скромничать. Сливают две стороны. Коллектив Форэнкерсен Сикептен пишет ГГ. Поздравляем Нави. Вышло все неплохо. Дэнди достался Дешрак. Не хвосту достался Дешрак, а Дэнди. И хвосту, я думаю, пару подзатыльников тоже досталось. Он смог купить БКБ на своем герое, который без БКБ в принципе не герой вообще. Поздравляем команду Нави. Счет становится 1-1. И катка Best of 3 продолжается. Напомню еще раз, это сетка винеров. Ну и, друзья, не забивайте... Не забивайте меня, пожалуйста, друзья. Сжальтесь. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Это студия ГРКМ ТВ. У микрофона друг. Работаем сегодня для вас с удовольствием. Ну и доставьте нам это удовольствие своими фоллоу. Ждем с нетерпением. Пока что перерыв 5-6 минут. И услышимся в решающей игре данного Best of 3. Все. До скорой связи. Небольшая пауза. И на третьей катке непременно в эфире. Продолжение следует...